Всем привет! Продолжение прошлого видео. Мы с мамой приехали в городскую больницу. Конечно же, без скандала я не попала к доктору, потому что у меня была электронная запись на 15-20. Мы приходим, там куча людей. Зашла уже женщина, которая на 15-40, сидит мужчина, который на 16, другой на полтретьего. Короче, такой хаос. Мы с мамой уже сразу такие, знаете, на взводе. Выходит, потом женщина говорит, как мы вас пустим вы без карточки. Я про ту карточку уже забыла, что надо ее брать самому. Пошли в карта хранилища, забрали мою старую карточку, пришли. Впереди меня бежит мужчина, заходит в кабинет, который на 4 часа записан, а я на 15-20. Я говорю, мужчина, вы на сколько? На 16-00 и заходят. И вас сразу выгоняют и говорят, девушка, заходите, вы на 15-20? Я говорю, да. Запустили меня, мужик тут злой сидит. Другой мужчина нам говорит, что вы претесь? Я тут сижу, записанный на полтретьего. Я говорю, так чего вы не заходите? Чего вы ждете? Мужчина впереди вас заходит, который на 4 часа записан. Чего вы сидите? Сидит, молчит. Я не знаю. Не знаю. Ему, видно, не хватило характера зайти на свое время. Зачем тогда запись делать? Да, и он еще нас обвинил, что мы идем на свое время, заходим. Мы же пришли вовремя. Вот. Мама там стоит такая, девушка с работы, я попросилась. Не, ну мы пришли, есть запись. Ну да, вот это, зачем тогда? Почему мы должны оправдываться? Мы не должны оправдываться, мы должны заходить в свое время. Мы не опоздали ничего, не лезли в ни очереди. Мы пришли на свое время. Ну это просто по-другому быть не могло. Я зашла в лору. Он мне ничего нового не рассказал. Вообще ничего нового. Он сказал, что ну да, промывать лучше танзилором. Я говорю, а мне в десервисе врач сказал, что лучше шприцом. Я, говорит, не знаю, чем лучше, танзилора у меня нет. Ты можешь ко мне прийти, но тогда принеси свой шприц и раствор, и я тебе промою. Я говорю, сколько будет стоить? Сколько дашь? Понятненько, думаю. Так же само мне может промыть доктор в десервисе, только непонятно... Что, деньги? Мам. Только непонятно, сколько это будет стоить у него. Говорит, ну, ничего тебе не советую. Типа никаких таблеток, ничего промывать тебе ничем. Пойдем. Ничем промывать горло дома тебе не нужно, потому что это ничего не поможет. Я говорю, а холодное пить можно или нельзя? Какие есть противопоказания? Он сказал, я своим пациентам, наоборот, советую пить холодное с холодильника в воду, чтобы вы не превратились в таких комнатных растений, которые все пьют тепленькое, а потом, не дай бог, лизнули холодного мороженого и сразу заболели. Пусть бы я его хотела. А там еще есть. А, там же что? Вот. То есть, короче, все, что он мне сказал, тебе надо пойти промыть горло танцилором или шприцом. Она на В как-то называется. Варвара или наша зрительница здесь в магазине есть какой-то с купальником. Ну, пошли, пошли, я же не против. Ну, а что дальше рассказать? Яна опять расстроена. Напишите, пожалуйста, люди, только разумный, толковый совет, кто сталкивался с таким заболеванием. Я сейчас хочу тоже проштудировать твое прошлое видео, где тебе люди писали. И хочу еще Евдокима, Евдокима, Евдокима или Евдокимова. Зачем оно тебе надо? Я вам... Я к чему, люди? Я у него спросила, от чего он появился по анализам. Я же сдавала с горлом мазок. Он сказал, все у тебя с флорой хорошо, никаких стриптококов, стафилококов нет. Говорит, почему у тебя он появился, тебе никто не скажет. И это меня больше всего расстроило, потому что причина неизвестна. И делать ничего дома, получается, можно сказать, не надо, потому что, как он сказал, это бессмысленно. Получается, нужно искать танзилор или же идти где сервис, промывая шприцом. Просто неизвестно, сколько там это будет стоить. И как надолго мне хватит. Он сказал, что да, у тебя в горле есть пробки, я их даже не вижу. Значит, настолько там глубоко он эту палочку засовывал. Говорю, маме, мне там чуть не стошнило на приеме. В общем, ладно. Короче, ребята, когда я узнаю, что дальше делать с промыванием, я буду держать в курсе тех, кто просил меня освещать эту проблему. Пока что все в неведении каком-то. А сейчас мы с мамой ищем тот самый магазин нашей зрительницы, с которой мы познакомились в Турции. У нее здесь магазин с купальниками, с бельем. Мы его уже второй раз ищем, да. Сейчас мы с названием знаем, да? Да. С помощью моей знакомой я нашла этот магазин. Только он называется не Варвара, а Камелия. Он закрылся. Вот он. Мне Лена помогла. Вот это он. А, вот же он. Только он закрылся. Потому что Камелия где-то я видела, мы его прошли. Ну, по крайней мере, мы теперь знаем, где он находится. А где он находится? Ну вот. Мам, прям перед тобой. В следующий раз придем, да. Видишь, просто на ней написано, что купальники, поэтому... Вообще ничего не написано. Мы на него и прошли. Мама вот такой гель себе. Ой, гель. Крем для ног всегда берет. Что-то он ей нравится очень. Ну, он хороший, если есть трещинки или проблема. Но есть он еще 30%. Но в наших магазинах Ева, именно у нас я не встречала. Это мочевина, да? Каким мочевина, как она? Я его пользую, где-то... Ну, когда вот почухаю пятки. И тогда я добавляю носочки, мажу, собираю носочки. Он где-то раза два в неделю. И трещина... У меня была проблема. Я для работы им заказывала помощь. Да. За 600 чем-то гривен. Помада. Это просто именно вот хорошо. Он не увлаживает много, но пищенки не появляются уже давно. Раскочили с мамой на рынок и понеслось просто. Я была без шопера, но мы не собирались как-то заходить. И в итоге какими-то мамиными пакетами воспользовались. Мамы же всегда в сумке. Куча пакетов. Чего я купила? Одну морковочку. Сердечный приступ у кого-то случился. Одну дыню. Дыня очень пахнет. И именно эти дыни, которые вот желтые, они были на 2 гривны дороже других. То есть везде были по 10, а это было 12. И она так пахнет. Мне кажется, что она будет очень вкусной. Вот дынька. Потом мама мне зачем-то отсыпала смородину. Я ей говорила, не надо. Она мне отсыпала. Причем пакетик с подбелья. Она купила пакетик. Ой, пакетик купила. Белье купила. И, короче, пересыпала мне в этот пакетик немножко смородины. Мы взяли... Я вам снимала вот у мужчины яблоки. Шикарные яблоки просто. Наконец-то лучшие домашние яблоки, которые очень пахнут. Мы взяли разного сорта на килограмм. То есть вышло 20 гривен всего. Но эти яблоки так пахнут. Боже, нереально. Нет смысла покупать сейчас яблоки вообще уже в магазинах. Надо брать на рынке. Потому что вот эти полезные, ароматные, вкусные яблоки. Еще я купила один перец и один баклажан. Почему я всего купила по одному? Потому что сейчас я все это использую на ужин. Еще мы с мамой заходили в Еву. Я купила кондиционер от Love Beauty and Planet. Потому что мне безумно понравился их шампунь. И я вот понюхала этот кондиционер. Решила его взять. Потому что маска закончилась. А зачем я его взяла? Он походу для окрашенных волос. Да. Какая разница? Кондиционер да и кондиционер. Зато красивая туба. Это моя карточка старая медицинская. Я забрала ее из больницы. Ну мне ее отдали. И когда мы были в Авроре, я заходила в Атсонс, купила две маски себе на будущее. Мне это понравилось по дизайну. Это с арбузиком. Ну короче, маски лишними никогда не бывают. Я их уже складирую. Когда какие-то поездки или когда я не высыпаюсь, они действительно очень сильно помогают. И как-то освежают лицо. И веришь в то, что это помогает. Так вкусно у меня здесь пахнет. Рассказываю потихоньку, что я готовлю. Это я мамой вдохновилась, когда была у нее в гостях. Помните, она тоже так тоненько нарезала овощи. Я постаралась практически так же тонко нарезать одну морковку. Пол баклажана даже ушло. И один небольшой перец. Жареное оливково масло и овощи. Добавила еще пару зубчиков чеснока. И немножко кунжута белого. Ну, хотела, чтобы был белый, чтобы прям виднее его было. Сейчас это обжарю и уберу. И отдельно я здесь подготовила куриное мясо, которое я замариновала в соевом соусе. Ну, короче, я это еще из головы как-то придумываю. Мне кажется, это будет вкусно. Я его тоже в филе постаралась нарезать так тоненько, полосочками. Ну что, я хорошенько поджарила мясо. Теперь возвращаю сюда овощи. Убавлю огонь. И добавлю еще соевого соуса, чтобы это чуть-чуть буквально протушить. Потому что овощи я никак не солила. Курица была замаринована, поэтому, думаю, и соли достаточно. А вот овощам нет. Поэтому это буквально немного протушится. И все. Вот так вот быстренько и вкусно получается. Благодаря еще кунжуту, чесноку достаточно так ароматно. И я думаю, спагетти или какая-нибудь лапша будет идеальным вариантом. Там еще рис хорошо подойдет сюда. Вот он. Кайф. В общем-то, я закаляюсь. Арбуз очень холодный. Из цветочка немного огорчилась, потому что он стоял на подоконнике. Красиво раскрывался. Он там вырос, несмотря на солнце. А потом начали гореть цветы, которые еще не раскрылись. Вот горит, вот. Я убрала с подоконника. Надеюсь, что он тут придет в себя и дальше будет распускать эти цветы. Я все правильно сделала, скажите, пожалуйста. Потому что очень жалко. Так все хорошо шло. Косточка из авокадо вообще что-то не хочет никак ни трескаться, ни прорастать. Что-то не получается у меня в последнее время. За своим садоводством. Но я меняю водичку, как бы проверяю там все. Что-то, может, я не так тоже делаю. Ну, что я вам скажу. Это лучший кондиционер, который у меня был. Потому что пахнет он просто невероятно. Как он пахнет чайной розой. Это какой-то максимально благородный, дорогой запах. Никогда еще у меня такого не было. И я понимаю, что если я буду что-то видеть еще с чайной розой, такое стоящее, я буду брать. Это потрясающий аромат. Очень классный эффект. И вообще влюбилась в эти шампуни и кондиционеры. Буду, наверное, теперь брать на постоянной основе. Пробовать разные. Очень сильно рекомендую. Да, мало того, что баночки привлекательные. Запахи классные. Эффект хороший. Состав хороший. Ну, в общем, мне все нравится. Я получила просто огромное удовольствие. Несмотря на то, что утром у меня мыло волосы, я решила снова помыть голову, потому что хочу заплести косички, а нужно, соответственно, на влажные волосы это делать. И решила не просто мочить голову, а да, помыть, повторюсь, потому что хотела испробовать новый кондиционер. Вот есть у меня такой. Если что-то купила новое, нужно обязательно попробовать. В общем, рекомендую. Делюсь с вами хорошим испробованием. Что-то как-то прям мне полегчало. Не знаю. Купила яблочек. Съела тут холодный арбуз. Приготовила вкусное блюдо. Помыла голову с этим шикарным кондиционером. И уже как бы все вроде бы потихоньку выстраивается с поездкой на запад. Но я сильно жду Ивана Франковск. Хочу увидеть. Черт. Вообще, не знаю, даже у меня прям эмоции переполняют от этого города. Прям так хочу вернуться туда. И, ну, как-то мне получше стало. Вот. Хочу сказать спасибо тем, кто писал под видео, где я прям открыто рассказала о том, что вот у меня какая-то хандра непонятная. Кто пытался помочь как-то и поддержать мне. Люди понимали, что это состояние не связано. Абсолютно никак. Ни с родом, деятельностью, ни с работой, ни с детьми, мужем и прочим. Это какое-то просто странное, непонятное, когда вот все как-то тебя гложет, да. И это нормально, мне кажется, совершенно. Просто это нужно как-то пережить, пропустить через себя. Надеюсь, что завтра буду в таком же личном настроении. И тем более меня мама позвала на кукурузу. Я думаю, что там просто по-другому быть не может. Мама мой лучший друг. И я вам честно скажу, если меня смотрят девчонки, которые помладше меня, обращайте внимание на своих родителей почаще. Потому что я вспоминала то время, когда мы жили с мамой, с папой. И я замыкалась в себе. Я входила в своей комнате, там в компьютере сидела. Что-то там думала только о друзьях, о школе, об уроках. Ну это естественно. Но как-то с мамой меньше проводила времени. Она всегда звала посмотреть с ней что-нибудь, посидеть с ней, поговорить. Я как-то обнекивалась, да нет, да нет. И сейчас мне очень жаль, что я так поступала. Это как-то некрасиво, эгоистично, неправильно. И хорошо, что сейчас, да, в 24 я осознаю, насколько важно и здорово иметь родителей рядом, здоровых, таких классных, как у меня. И общаться с ними по максимуму. Ценить это время. И желаю вам того же. Я понимаю, что не каждая мама такая, как моя. Не каждые родители такие, да. Я не говорю, что мы самые лучшие. Но есть разные ситуации. Но если ваша мама отдает всю себя, она вот такая, как моя, просто замечательная. Дайте ей тоже в ответ, будьте с ней. И когда мне пишут, почему ты не с друзьями, почему ты не с подругой, да, у меня есть подруги, да, есть хорошая знакомая, с которой я могу видеться и зовут меня часто гулять. Но честно, если у меня будет выбор, я всегда выберу маму. Потому что мама мой лучший друг, моя лучшая подруга, человек, которому я могу рассказать практически всё. И она меня действительно может поддержать. Вот она, вот такая вот она. И я думаю, что нужно ценить этот момент и пользоваться этим. И как можно больше проводить времени с мамой. Ну и тем более знаю, что наши отношения многим из вас нравятся. И вы любите смотреть видео с мамой, и поэтому совмещаем приятное с полезным. Вот так. На этом буду заканчивать видео. Спасибо за то, что смотрели. Спасибо за то, что подписываетесь. Возможно, когда-то мы придём к цифре 100 тысяч, да. Всё, увидимся. Приходите в Инстаграм, смотрите истории, на которые у меня появляется вдохновение наконец-то. Посты новые. И всем пока.